мною принято решение о проведении специальной военной операции привет вы на канале сергей раш и сегодня в выпуске события подрыв каховской гидроэлектростанции которые находятся в украине в херсонской области гидроэлектростанция контролировалась российской стороной а последствия этого разрушения такие есть экологические последствия это экологическая катастрофа очень много животных рыб птиц оказались в зоне подтопления ниже по течению днепра уже сейчас бобры в херсоне выходит на улицы города покидают свои хатки и соответственно имеется риск того что животные начнут погибать они начнут погибать вопрос в каком количестве также есть еще такой аспект как экономический ущерб в зоне подтопления примерно около 80 населенных пунктов и по разным оценкам около 16 тысяч домов станут непригодными для жизни то есть огромное количество людей лишится своих домов также херсонская область это аграрная область украины и от каховского водохранилища питались оросительные каналы которые поставляли воду во весь регион ну соответственно использовалась она для сельского хозяйства сейчас на данный момент после разрушения каховской газ воду для сельского хозяйства брать будет нет как минимум будет дефицит воды соответственно огромное количество людей лишатся своих рабочих мест и огромное количество продуктов питания не будет выращено есть момент того что из каховского водохранилища поставлялась вода в плотно полуостров крым оттуда питалась труба которая питала весь крым и соответственно люди которые получали воду из этого источника они лишатся этой воды и вода как минимум станет для людей дороже и будет сто процентов дефицит пока другой источник воды не будет найден а он не будет найден очень быстро по причине того что полуостров крыма это как бы изолированная территория единственное снабжение с российской федерации оно шло из водохранилища то есть на сегодняшний момент нужно будет тянуть трубу откуда-то из материковой части россии либо тянуть трубу соответственно через керченский мост который также находится под угрозой разрушения давайте поговорим о причинах причинах этого разрушения как российская страна говорит что это украинская страна разрушила эту гидроэлектростанцию какими-то может быть артиллерией или ударами ракеты управляемых тогда вопрос есть ли какие-то видео может быть свидетели подтверждения видео фото подтверждения этих ударов если они наносились они наносились наверное как-то не одним разом они как-то постепенно то есть люди должны были это увидеть заметить начать фотографировать это задокументировать где-то информация должна была все-таки пройти об этом также есть 2 2 гипотеза о том что россия подорвала именно российская страна которая контролировала гидроэлектростанцию подорвала ее изнутри то есть она была заминирована я думаю это более правдоподобное развитие событий потому что как еще сообщают о том что гэс могла разрушиться из-за каких-то повреждений которые были нанесены до этого россия сообщала о том что через есть в гидроэлектростанции какой-то прорыв какое-то повреждение которое через которое проходила вода до сегодняшнего момента даже если это было так почему российская страна не привлекла международных каких-то экспертов да не сообщила всему миру о том что есть угроза прорыва дамбы этого не было произведено давайте рассмотрим почему это было украинской стороне выгодно как я это вижу если смотреть на географию украинская сторона планирует наступление в крым соответственно днепр разделяет полуостров крым то есть херсонскую область а дальше выход в полуостров крым и основную территорию украины до подрыва до разрушения гидроэлектростанции была ширина днепра было порядка 500 метров на сегодняшний день когда плотина была разрушена ширина днепра оказалась в районе 1200 1500 метров то есть украине будет сложнее перебрасывать войска форсировать реку днепр второй момент так как это украинская земля и херсонская область относится к украине украина соответственно разрушив эту гидроэлектростанцию понесла колоссальный экономический и экологический ущерб а также есть момент того что на украинской территории ниже по течению находится запорожская атомная электростанция есть угроза ядерной экологической катастрофы так как запорожская электростанция питается охлаждается соответственно источник охлаждения питается от днепра соответственно есть угроза экологической катастрофы то есть если украинской стороне не удастся я извиняюсь российской стороне не удастся охладить атомные энергоблоки они будут разрушены также если российская сторона примет решение остановить атомную электростанцию то ее нельзя будет запустить снова а это опять же экономический ущерб в общем я подытожу украинской стороне абсолютно невыгодно разрушение каховской гэс по экономическим также военным соображениями также экологическим это абсолютно невыгодная акция рассмотрим с российской точки зрения россия в преддверии наступления украины я думаю пытается понимает то что она не может удержать фронт и она пытается всеми силами ограничить украинские вооруженные силы замедлить их поставить какой-то природный барьер до виде вот этого болота которая форсировать намного сложнее украинская сторона понесет более серьезные потери при форсировании днепра и соответственно соответственно россия так как понимает то что она не может удержать этот регион уходя как они это часто делают взрывают за собой мосты уничтожают города они просто сделали эту катастрофу для украины то есть они нанесли ущерб ну их врагу да так сказать я думаю что это одно из причин разрушения каховской гидроэлектростанции мое мнение то что это гидроэлектростанция была разрушена все-таки российской стороной все-таки это был подрыв изнутри и соответственно россия тем самым защищает свои вооруженные силы от неминуемого разрушения также есть момент того что на левом берегу днепра были сконструированы построены сооружения оборонительные на которые было выделено огромное количество денег и сейчас после разрушения каховской гэс они просто затоплены эти сооружения они затоплены то есть были выделены деньги которые были освоены возможно часть была построена часть была украдена но сейчас это уже все является бессмысленным их нет всяком случае кто бы не разрушил эту гидроэлектростанцию кто бы не нанес этот экологический и экономический ущерб если бы россия не вторглась на территорию украины это было этого бы никогда не было друзья спасибо большое за просмотр поставьте лайк подпишитесь на канал напишите комментарии чтобы как можно больше людей узнали правду об этой войне